Ну конечно ты вылезешь, тварь, вот, еще одна, никого нету, собирай, я так могу остановиться, подождать, никого как бы нету, а потом подбегу и будет, вот так вот. А вы, вы смотрите Перпетус Плей, меня зовут Саша, а это Старф, Донт Старф, и если вы хотите попасть в следующую серию по Донт Старф и узнать когда она выйдет, читайте мой комментарий под этим видео, а мы собственно выживаем, ночь прошла, пока я тут готовился, но тем не менее, огонь, еще кое какой есть. Так, мне нужна кирка, еще одна, хотя может быть у меня есть старенькая кирка, во, из нее мы и сделаем, термальный камень естественно. Так, по-моему, он делается из камней, да, из камней и кремня создаем. Естественно, надо будет немножко ему помочь нагреться, да и Уиллоу тоже. Так, что у нас здесь? Ничего особенного, так, паутина, паутину, наверное, мы переложим куда-нибудь сюда. Во, и рюкзак, кстати, и здесь сбросим. Хотя нет, одень пока эту курточку. Так, не вижу смысла пока что срывать. Так, надо бы нам копье, наверное, сделать, а то я сейчас хочу поубивать кое-кого. Без копья будет туго. Так, не вижу смысла пока что срывать тыкву, потому как мы ее, в принципе, не сможем не размножить, только съесть и все. Не, ну сможем размножить, но, мне кажется, семена не доживут, просто банально не доживут. До того момента, как они мне понадобятся. Наедаемся этой фигней так себе. В идеале мне бы, мне бы в идеале жизнь пополнить. И, кстати, я очень хочу все-таки, как вы мне написали, рогом какого-то оленя, которых я, кстати, еще даже не видел здесь, но, которые должны находиться где-то вот именно в этом осеннем биоме. Открыть этот мешок. Кстати, еда. Еда, еда, еда. Выкопать ее что? О, откуда здесь мясо? Ладно, не будем выкапывать, потому что я еще не выяснил, плодоносит оно зимой или нет. Это растение. Ну и этот собирать тоже не будем, потому что смысла нету, мы и так тут сейчас наедимся и без этого. Так, и уже снова вечер. Ну, конечно. Попробуем найти этих оленей. Попробуем. Ну, вероятность так себе, потому что я уже какое-то время здесь бегал. Сколько я здесь уже... Я просто думаю, это черное пятно разведать. Посмотреть, что там. Какие-то странные звуки я слышу, но это... Может быть, просто звуки зимы здесь. О, карстовая воронка. Еще одно. О! Вот это! Олени. Че, они не нападают на меня? А если я на них нападу? Опаньки. Че это она мне тут пооставляла? Слушайте, а что, нужно несколько ключей? Я вообще не знаю. Ребят, реально нужно несколько ключей или что, или как? Куда мне его деть-то, блин? Ладно, жрем. Такое дело. А если убить хоть одного? Слушай, серьезно? А сколько можно вообще? Они тупо все разные. Такое мне нужен. Такое мне нужен. Я хз вообще. Ладно. Оставим возле домика свинины. Он же не сожрет. Давайте попробуем все-таки прикончить одного из оленей. Кстати, а тут часом не умирают птички в клетках просто так? Я надеюсь, что нет. Блин, еще один. Ну как, вот что делать-то с ними? Ладно, пускай валяется. Что-то мои шансы их прикончить вообще невелики. Что, характерно, ворона их не боится абсолютно. Только меня. Потому что, смотрите, как улепетывают гады. А я сейчас начну уже мерзнуть. Стой, 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 стой. Ну стой же ты, ну стой. Сука, сейчас смешается со стадом, я не пойму, где кто. Стой. Пока что вижу. Блин, наперстки эти долбаные, еще темнеет. Да все, я уже потерял его. Я уже потерял его, и я, честно говоря, тупо не вижу смысла абсолютно за ними гоняться. Наверное, есть какой-то хитрый метод их убивать. Я сейчас отнесу это свинине и побегу быстренько домой. Потому что я уже мерзну. Очень жутко. Да, спасибо, ты еще свет выключил. Да, все. Надо закругляться, мерзнуть. А то мне это совсем не нравится. Кстати, а зачем я выложил своих светлячков? А, за тем, что я решил, что одну ночь переживу. Ну здорово. Конечно. Ладно, мы успеем, мы успеем. Уиллу, мы успеем. Сто процентов успеем, да? Добежать туда. Я вот хочу пополнить жизнь, а это, сука, не получается сделать. Вообще. С точностью до наоборот получается. Я сейчас угроблю ее только так. Но без этого Дон Стар не будет Дон Старом, да? Вернулись практически к тому же. Хотя, если серьезно, как быстро здесь этот термальный камень нагревается. Хотя, если серьезно, то в принципе, можно как бы пойти и набрать немножко тростника этого на болото. И это очень даже будет неплохое подспорье. Мед же как бы есть в небольшом количестве, но все-таки очень медленно набирается, но есть. Жизнь моргает. Знаете что? Я, наверное, сейчас немножко добавлю касочки. Может, даже множко. Попробуем поискать ночью грибы синие. Может, где-то здесь еще есть. Это зеленый. Может быть, где-то есть еще. Потому что пополнить жизнь это прям самый... Самый... О, верный метод. Отлично. Один. Да, этот самый рассудок плавится, но... Но ничего страшного. Так, отлично. 81. Это уже... Это уже гуд. Так, хвостяра. Ну, возьмем эту хвостяру, потом выбросим. Кроты мне не особо нужны. Еще, может быть, один. Здесь какой был? Зеленый. О, синий. Здорово. Но, наверное, сразу хомячить мы его не будем. А то, знаете... Туго. Туго придется. А так рассудок у нас пополняется сам по себе. Кстати, шапку, шапку надо поменять. Вот. Мы его, наверное, оставим на базе, этот гриб. Такая валяется. Вообще, прежде чем пробовать что-то сделать с... С этим мешком, я думаю, надо пополнить жизнь. Еще больше. По идее, она там не умрет. Эта птичка. Это тоже. Мне бы еще один сделать, наверное... Стоило сундучок. Давайте порубим немножко. Топора у меня нет. Наверное, там где-то есть, но... Вот почему я не особо люблю выбрасывать кремень. Потому что он нужен. Он реально нужен. Часто. Если камни еще так, то кремень нужен. И, наверное, стоит немножко подогреться, пока еще костер горит. Чутка. И, как я понял, термальный камень здесь не нужно выбрасывать. Но он совсем чутка горит, да? Здесь не нужно выбрасывать, чтобы он быстрее нагрелся. А он и так нагревается вместе с... Уиллоу. Достаточно нормально. И с ним очень даже не четок. Мы себя чувствуем. Так. Пингвины не будут быковать, если я вырублю немножко их... ...древесину. Не хочется подходить близко к яйцам, потому что если случайно нажму... ...то будет торпедная атака. Я это знаю. Смертельный случай. Сто процентов. А пока я успею надеть свою броню... ...то они меня уже и забодают насмерть. Молодцы вообще. Забирают это самое. Давай, руби уже. Забирают своих детенышей только так. И у меня есть большой соблазн поискать мамонта. Попробовать. Но мы можем найти долбаного варга. Ну ладно. Попробуем. Мне кажется, что мамонта выловить быстрее можно, чем варга. Поэтому если очень много... ...если очень долго бегаешь, то, наверное, это... ...причина того, что ты по следу идешь в варга, а не мамонта. Ну я так думаю. Я не знаю, что я себе так придумал, эту теорию, но... ...но как-то так получается, что... ...мне кажется, что дольше. И это уже... ...гончи. Надо аккуратно, аккуратно быть. На болото, что ли, бежать, если варг будет? Аккуратненько. Мы уже мерзнем. Мы уже мерзнем. Это очень плохо. А я смогу сделать костерок? Давай сделаем сразу его, чтобы... ...без приколов. Задрала, надо же. Кошара, молодец. Ох, что-то мне подсказывает. Сейчас мы нарвемся на варга с таким успехом. Я вообще не знаю. Какова вероятность, но... Очень долго ищем. Просто очень долго ищем. Тогда быстрее нашли. Блин, я уже испугался этого дерева. Нашло, когда вы... Ну вот, я же говорю. Все, короче, теория верна. Хер, я к нему подойду. Пошел он нафиг. Он будет стоять здесь. И рано или поздно я на него нарвусь, да? Зараза, я так к краям карты, к краям взгляда его вижу. Соберем, наверное, эти цветочки. А то что-то рассудок меня волнует. Я так и знал. Я так и знал. Теперь он кошар будет там мочить. Да-да-да. Интересно просто, нападет ли он на пингвинов. В принципе, они его забодают, я думаю. Могут. По крайней мере, могут помочь очень сильно мне. Его забодать. Где там наша база? Наша база внизу, и я уже мерзну. Что, взять что-нибудь сжечь? Давай, это дерево, я думаю, нормально будет. Мне хочется терять много здоровья. А мы потеряем его. Они через раз нам восстанавливают, что ли? Жизнь. Да-да-да. Надо вообще запомнить, что... Возле этого домика стоит варг. Кстати, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, перемещается ли варг с места на место или нет. Очень будет полезна эта и ценная информация. Так, давай шапку одевать. И на базу греть уши. Хотя... Хотя смысл греть мне уши на той базе? У нас еще все нормуль. Правда, я траву, блин, забываю высадить все. Ладно, пойдем высадим ее. Может быть, она здесь даже вырастет. Кстати, заодно проверим, выросли плоды на наших кустах. Зря я, конечно, раньше не пересадил их себе. Такое дело. Так, немножко подкрутим. Во. Мясо еще сушится, плоды. А плоды не растут. Это, в принципе, нормально. Ну, ладно. Так, что же, съесть этот гриб. Где мы, где мы, где мы посадим нашу траву? Давай, наверное, где-то здесь. Не слишком близко. Не слишком далеко. Надо будет вообще, когда наступит весна, поставить здесь везде громоотводы. Чтобы молния не шиндарахнула. Если что. А еще, наверное, я все-таки сделаю новую броню. А то со старой мне как-то стрёмно ходить. Вот честно. Просто стрёмно ходить со старой броней. Ушла! Ушла! Тварь! Одна ушла, а вторая... Вторая съела. Ладно. Ладно. Будем этим загребать. Я просто с таким успехом весь дерн перепахаю здесь. Перепашу. Пардон. Мне показалось, или я услышал гончую? Вроде показалось. Ладненько. Так, давай. Наверное, все-таки мы сожрем этот гриб. Чуть-чуть позднее, но сожрем. Восстанавливается рассудок. Так, еды не так много, как хотелось бы, но гриб тоже дает насыщение, поэтому нормально. Интересно, а какая у него максимальная стадия? 49, 50 градусов, 51. Ну, это максимум для него, наверное, да? Что для него, что для Уиллоу. Вообще, я не знаю, она у себя должна при 50 градусах не очень хорошо чувствовать. Это просто факт. Ладно, давай делать броню. А сколько там нужно на сундук? Три. Ладно, тогда сундук пока что терпит. Наверное, я все-таки побегу вверх. Во-первых, цветов пособираю. Во-вторых, гриб съем. В-третьих, по возможности, не нарвусь на Варга, да? Цветов у нас было море вот здесь. Еще заодно на болоте посмотрим, может, камыш вырос. Хотя зимой, наверное, он не растет. Опять же-таки, как и все остальное. Ну, глянем. Дороги замело. Я их даже и не вижу, если серьезно. Что у них за фишка такая? Как они себе этот ледник устраивают? Типа утаптывают просто? Так тут вроде не такой толстый слой земли. Так, тут же у нас еще морковка, точно. Ну, морковка на крайняк, пускай будет. Наверное, я все-таки лишу свиней. Немножко цветов. Чутка. Не повредит. Поедим их сразу же. И съедим гриб. Во. Отлично. Такс. Давайте пойдем теперь на болоте полазим. Посмотрим, что там творится такое. Камыш, в принципе, есть. Не достанет до меня это щупальце? Достанет, блин. А может и нет. Так. Я вообще не помню, сколько нужно на эти повязки, на эти бинты. Не помню. Ага. Я слышу тебя. Нет, он не растет, но я просто не все сорвал. В прошлый раз. Пауки. Мне кажется, что кокон пауков тоже не растет зимой. И палочек здесь, ну просто, вы посмотрите, они везде. В них вообще нет никакой нехватки. Не то, чтобы я жаловался. Но это как-то странно. Это реально облегчение. Вообще, как бы, как бы, должно быть сложнее. Но просто выживать... Дугезер, я имею в виду, сложнее. Но просто выживать мне пока что на самом деле легче. С боссами, конечно. Другое дело, какие они тут. По крепости, я имею в виду. Насколько крепки. Камышей мы набрали три штуки. Я думаю, это не очень много. Так, опять же таки, не будем пока собирать. Точнее, выкапывать. Еще пригодится. Зимы еще восемь дней. Я тут еще набегаю. Может быть, они плодоносят все-таки зимой. Но не в том случае, если их пересаживаешь. Вообще, игрушка очень многогранная. Поэтому тут не то, что все знать. Все упомнить очень сложно. То само по себе, конечно же, нормально. Но все-таки... Так, бери, бери. В принципе, жетухи мы восстановили неплохо. Если мне еще удастся хотя бы один бинт сделать, будет вообще зашибись. Как минимум, один папируста я сделаю. И я думаю, минимум парочку смогу меда достать. Единиц. Фиг. Я не хочу бежать еще дальше вверх. Максимум. Еще немножко поискать цветы. Да, уже стемнело. Максимум еще немножечко поискать цветы. Потому что... Рассудок такой себе. Если мы будем биться с этим Клаусом... Если я вообще смогу открыть его мешок. Что, конечно, это же не факт. Потому что я сейчас реально запутался с количеством этих ключей, рогов. Вот. Так вот, если мы с ним будем сражаться, то я даже не знаю, хватит ли нам жизни. Насколько он крут. Тут, в принципе, пчелы. Значит, должны быть где-то и цветы. Рядышком. Да, я как бы помню. Сейчас найдем одинокое деревце. Ну, что, тут теплее, что ли? Да. Тут вдруг теплее стало. И мы начали даже нагреваться. Надо же. А что здесь такое? Теплый источник какой-то? Проходит под землей. А здесь уже не теплее. А ну, вернемся. Чисто проверить. Нет, видимо, просто какое-то локальное потепление. Афиг знает. Тут теплее, серьезно. Может быть, вот эта вот лужа так действует? Не знаю, сейчас вроде понижается. Ну, какая разница? Это одна из тех вещей, о которых будешь задумываться всегда, Дон Стар. Так. Наверное, все-таки возвращаемся. Будем пробовать сделать... Рассудок, правда, я не поднял так все-таки. Ну, будем пробовать сделать хотя бы этот наш бинт. Или как он тут, повязка называется? Мол, бинт. Медовая повязка или бинт. Ну, что-то такое. И от него уже отталкиваться. Он, по-моему, двадцаточку лечит вроде бы. Пригодится. Обобрать, что ли, свиней, опять-таки, на цветы? Добить это дело? Ну, в принципе, у нее 120, 90 единиц. Будет вообще не смешно, если просто после того, как убьешь, убью Крампуса, Клауса, если вдруг... О, кстати, камыши. Как я здесь их не заметил. Если вдруг на его место придут кошмары и добьют нас. Нифига, оно растет, когда холодно. Так, ну что же, будем сжечь, чтобы не... Не это самое... Наверное, это. Перекинется, как думаете? Перекинется, собираем. Да-да-да-да-да. Ну, спалили и спалили, ничего страшного. Я думал, не достанет. Серьезно, я думал, не достанет. Но достало. Кстати, зажигалку-то убери. Зажигалка вообще полезная тема. Зимой грец просто вообще капец. И здесь, на самом деле, очень немало камышей. Я думаю, мы бинтиками-то полечимся побольше, чем даже я сначала себе придумал. Кошара с дороги. Кошар, кстати, пока не трогаю. Не то, чтобы щежу, просто еды и так хватает. Кстати, насчет еды. Еды и так хватает, и все нормуль. У нас там еще мясо должно было завялиться, а оно же тоже лечит. Вообще, после Клауса тоже как бы надо восстановить здоровье будет. Чем-то. Но это уже будет потом. Так, ребята, мне недалеко уже. Уже совсем. Так, и, кстати, насчет миникарты. Я так собираю, собираю мнение. И, в принципе, люди, которые против, они просто, наверное, не отписываются. Но уже несколько человек за. Поэтому, может быть, в следующей серии я ее и поставлю. Точнее, сделаю. Так. Рассудок повышается. С этим все хорошо. Эти по-прежнему не плодоносят. Давайте попробуем сделать повязку. Пчелы очень добрые какие-то. Прям что-то как-то даже сверх добрые. И это как-то странно. Подозрительно, по крайней мере. Ладно, поваляюсь пока здесь. Я мед соберу. Давай собирай. Я не помню, сколько надо вообще. Меда на эту повязку. Тем не менее. Давайте делать. Две штуки сделаем. О, он прям горячий такой. Горячий-горячий. Ладно, это пока пускай поваляется. Так, выживание, да? Оно в выживании или нет? Я, если честно, не знаю даже. О, да. Значит, дело все-таки будет обстоять в большей степени в отсутствии меда. Две единицы меда нужны и один. Да, двадцатку лечит. Или тридцатку. А сколько было? Блин, я не посмотрел. Смотрел, смотрел и не посмотрел. Ну, в принципе, сто сорок восемь жизней, это уже максимум. Почти. Что ж, ребят. Серия, в принципе, удачная. Мы пополнили жизнь, несмотря на то, что в какой-то момент она опустилась даже до двадцати единиц. Что было совсем уже плачевно. В следующей серии я попробую... Вы напишите, пожалуйста, какая разница, каким рогом открывать. Может, разный клаус придет? Или просто один рог не подойдет? Или что? Зачем их много так? Вот. И если что, какая-то, может быть, хитрость есть в его убиении, я тоже, конечно, бы ей с удовольствием воспользовался. Потому что помирать не хочется. Я думаю, вы тоже не хотите, чтобы Уиллоу раньше времени склеила ласты. Ну что ж, еще раз скажу, что если вы хотите попасть в следующую серию по Don't Starve, или же узнать, когда выйдет эта следующая серия, читайте мой комментарий под этим видео. А на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Ставьте лайки, пишите комментарии. И... Ба-бай! Субтитры подогнал «Симон»!